В Омске наркоман взял в заложники школьницу. Мужчина ворвался в частный дом, приставил горло у девочки нож и потребовал привезти ему дозу героина. Переговоры с преступником вел начальник Омской полиции. Чем закончилась история, знает Дмитрий Ковалев. У небольшого частного дома даже спустя несколько часов после происшествия стоят полицейские машины. Только они напоминают, что утром здесь едва не произошла трагедия. В момент, когда к ним зашел посторонний мужчина, пожилая Амичка и ее внучка спали. Родители девочки были на работе. Бабушка вспоминает, она услышала шорохи. Думала, что домой вернулся внук. Стоит в плавках в одних. Я говорю, а вам что надо здесь? Подошла. Мы-то зачем сюда пришли? А он что-то баронит, то ли от кого-то скрывается, то ли все, не поймешь даже. Висели здесь вот штаны, этот, трико. Не трико, а как-то вот такой, полоски по бокам называют. Он их схватил, одел на себя, стол открыл, достал большой ножик и маленький. Мужчина запретил бабушке и внучке выходить из дома. Девочка успела позвонить в полицию, но злоумышленник затащил ее в комнату и приставил нож к горлу, требуя дозу героина. Бабушке удалось вырваться. Мужик ворвался в дом, дальше держит около горла, говорит, бабушка, кредит, помогите, спасите. У нас у всех и дети, и внучата маленькие. Это до любой доведись, что такое творится. Конечно, страсть Господня. Как выяснилось потом, в момент, когда девочка звонила 02, оператор услышала, как мужчина требует у ребенка наркотики. Через несколько минут на место прибыли первые полицейские машины. Оперативники оцепили дом. Переговоры вел недавно назначенный начальник омской полиции. Они меня знают, что там героиню нахуй, пока я в душу был. Жень, да? Да понятно, ну ты успокойся, тут лучше что-нибудь уже. Это по жизни было, стопудово, понимаешь? Человек выйдет, ну ты девчонку-то пожалей, она тебе... Я чего сказал? Ребят, бегите, бегите. Ходи, ходи, ходи. Ходи, не замерите. Все, 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 все. Не кричи, не кричи. Все, 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 все. Не порезал ее? Молодец, все, успокойся, все хорошо. Соседи говорят, преступник зашел в дом случайно. Дверь была не заперта. Семья нормально? Не скажете, что знакомый к ним пришел? Да нет, прям. Все они нормальные, спокойные. Из гостиницы я так понял, что у них или номер он снимал, или что. В одних трусах, говорит, выбежал. Как выяснили оперативники, мужчине 41 год. Приехал в Омск из села Надеждино и заселился в частную гостиницу. В номере уже нашли бутылки от алкоголя и шприцы с наркотиками. Как установлено, мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, недавно освободился из мест лишения свободы. А это значит, что рецидивист обязан был находиться под пристальным надзором полиции и не мог уехать из своего села, не оповестив правоохранительные органы. Поэтому следователи проверят, как следили за ним полицейские. За захват заложника мужчине грозит 15 лет лишения свободы. А с бабушкой и внучкой сейчас работают психологи. Дмитрий Ковалев, Юлия Боброва и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.